Ваших предков откуда переселили? Вы знаете? С молочных рек Запорожской области. С молочных рек? А тут тоже еще написано. А до молочных рек где проживали? До Таврической губернии, Запорожской... Не знаю, Таврической губернии. А в чем особенность Вашего вероисповедания? Бога верящий. Богу верим. Богу верим. То есть Вы в крест, в Иисуса Христа не верите, да? Иисус Христос это все... Когда Пасха бывает, он... Да, Пасха... Иисус. Да, Иисус Христос. Иисус Христос, и Иисус Христос, и Иисус Христос, и Иисус Христос. А вот сейчас Вы в урках делаете вот эту книгу, да? Вот это... Псалмы, Духобор. В чем отличие от Библии? Ну, в Библии по-другому там есть молитва. В Библии по-другому там все это описывает жизнь. А это вот... Это псалмы и... Стихи, даже песни тут есть. Угу. И где Вы поете эти псалмы в основном? Ну, мы сейчас не поем. Не поете? А если поете, Вы собираетесь в каком-то доме? Да, на похороны. На похороны. У нас на похороны собираются, там читают псалмы. Поют. 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 А не отличаются от обычных христианских псалмов? Или... Ну, нет. Нет, нет. Не отличается. Одних тут уже как пишут. Одни. Угу. Вот, хочешь большой псалмон прочитать? Давай. Я чуть вижу. Господи благослови, чудесная царица, владычица, Пресвятая Богородица и живого писания. Быть и тру, быть и вечер. Быть человеку молоду, быть и старым он. Живший, бывший, человече перестарится. Вся его богатство на земле оставляется. Ибо казной от смерти нет плачущей. Тогда. Слезами от смерти нет плачущей. Молением от смерти нет молящей. Припал бы я человечею на вторую землю. Исповедал бы я человечею свои христианские. Ведомые и неведомые. Протечет река огненная по всю вселенную. За рекой стоят души грешные. Они просят, умоляют своего свидетеля. Ты, Михаил Архангел. Судья праведный. Ты переведи ты нас через руку огненную. Она жжет и палит лицо белое. Опаляет она волосы русы за наши великое прогрешение. По правую сторону стоять престол Господний. На том престоле чисто Дева Богородица. Перед нею лежат книги животные. Сами книги открываются. Сами книги читаются. По все дела Божьи объявляются. Чем земля исполнена? Чем земля вознесена? Она земля разукрасна. Она усеяна земля правдою. Исполнена земля любовью. Разукрасна земля людьми праведными. А вы души грешные. Рабы беззаконные. Как вы можете брод дображивать? Грехи свои заглаживать? Но вы все войдете в Царство Небесное. Богу нашему слава. Там вот написано, вы сейчас прочитали, сказано, что лежит перед вами животная книга. Да, да. То есть вот эта самая животная книга, которую я тоже стараюсь найти, пока еще ее не нашел, не читал. То есть это не животная книга? Нет, это потом мы. Это потом мы большие. Вы еще сказали, что вас Екатерина высылала. Ну, не Екатерина, не Екатерина высылала. Я хочу поправить. Это сначала Александр I, потом Николай I высылал. Духобор указал, высылки Духобор на Кавказ, на Южный Кавказ. Это был издан указом Николаем I. А вы просто сказали, что укреплять границы. А откуда вот эта у вас информация? То есть это вам деды передавали? Еще говорили, что Христом надо хоронить. А Христа закопали же, вот он тоже высылает Духобор и по всякому говорили. Сами мы не знаем. Ну да, это второй раз уже, Христом, Христом, как ты сказал, Христом? Да. Закопали. Закопали, да. Да, вот это вот тоже какая-то ряда. А у вас крещения нету? То есть, допустим, у Малакан есть духовное крещение? Да, вот мои дети, они все христовные. Они в Паркей живут. Ага, они, то есть православные. Они стали православные. А мы не крещены. Мы не крещены. А с канадскими Малаканами и Духоборами у вас связи есть, или? Нет, раньше они приезжали туда. Но они тогда отсюда в основном переселились, да, в Канаду? Почему их переселили, не знает? Они сами переселились. Сами у Канады. А чем они были недовольны? Они в 21 году переселялись, а еще они сами приезжали, вот, какие списали. Они, как бы, отсюда, примерно, собирались, потом ехали. А вы, у вас есть информация про восстание в 1895 году в Славянке? Да нет, по-моему. Нет, нет. Такой информации не было. Так было, Духоборы, какие держали оружие, сказали, чтобы сдать оружие. Ага. Ну, сдавали. У кого есть винтовка, чтобы сдавали, собирали. Не знаю, это в каком году. Один там дед, у него 6 винтовок, вот эти маслопром старые нашли. Он не сдал. Да-ка его посадили, сослали. Он говорит, я на крови живу, собак нету, я боялся стольких винтовок. А все, какие были, все опоздавали. Угу. Понятно. Духоборы у нас нигде не любят, мы с кровью с кровью. Почему не любят вас? Они много работают много, зато их не любят. А молокане мало работают, да? Молокане, я не знаю, молокане. Тоже много работают. Да, много работают. Вот где-то в Тульской области, они копны поклали, все, а им копны пожли, все есть такие. Видишь, что делать? А вы себя считаете русскими или духоборами? Мы русская вера, просто духоборская. Духоборская вера. Да, мы русские. Просто... Духоборы привыкли много работать. Вот я 75 лет, вот, кто-то уже в земле копаюсь, работаю. Понятно. Один телевизорит, давай туда. Не жмут, самое главное. А у вас есть какие-то, допустим, одежда, какие-то старые, духоборская одежда? У нас это вот юбка духоборская надела сверху в пласте. Это юбка, то, что вот, клетчатая, да? Да, это вот духоборская юбка. Это безрукав, которая, все грязное. Не, старинная тоже. Духоборская? Духоборская, да. Ну, все, духоборская. Ну, вот, они, видишь. Я поэтому покружевался. А такого нет, чтобы вы... У вас такого нет, чтобы вы сохранили от... Жанавешку хочу быть четыре. Есть у вас? Потому что так... Не очень четкие. А это вы несколько раньше вышивали. Угу. Вот карман, видишь? А, ну, это... Это как фартук. Фартук, да. Занавешка называли. А, называется Занавешка. Юбка старина. А это вы сами все вышивали? Да, да, вышивали. Сами раньше вышивали. Вот видите, у них там цветочки, молока нет таких. Занавешка называли. У нас заповедник. У нас заповедник. Пока.